Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня у нас финальное видео в этом году, поэтому я подведу небольшие итоги, соответственно, текущего года. Поговорим о моем счете, на котором я занимался именно трейдингом, поговорим о моем счете, на котором я как раз инвестировал в этом году. Ну, а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если вы смотрели эти выпуски в этом году и также ваши вопросы, ну и может быть планы на следующий год пишите также в комментариях, это тоже будет очень интересно посмотреть и изучить. Я напомню, что в прошлом году мной был в качестве эксперимента открыт новый реальный счет, на него была положена сумма в 1000 евро и на этом счете я торгую и как раз на этом канале я рассказываю, во-первых, о главных рыночных моментах, то есть на что стоит важно обратить внимание. Видео мы записываем три раза в неделю, но и также я рассказываю эти сделки, которые я провожу, о положительных сделках, об обыточных сделках и это все идет в таком в лайф режиме. Соответственно, сегодня я решил рассказать о том, как прошел для меня 2020 год в плане трейдинга и в плане инвестиций. Поэтому давайте перейдем сначала к счету непосредственно на трейдинговому и здесь я тоже несколько моментов для себя расскажу. То есть важно, наверное, отметить то, что этот счет и данная торговля не идет в качестве рекомендации, то здесь нет смысла повторять сделки и это именно мой счет, на котором я показываю, он не сделан для того, чтобы копировать с него сделки. Пожалуйста, имейте это в виду и любое решение, которое вы делаете, принимайте, пожалуйста, самостоятельно. Он сделан для того, чтобы показать, как это происходит. За 10 лет в трейдинге у меня было много счетов, многие я открывал там на какой-то определенный период времени, но этот счет, который был открыт в прошлом году, идет как раз для демонстрации торговли на постоянной основе, то есть на постоянной основе я на нем провожу сделки. Год для меня закрывается не самым позитивным образом, но с точки зрения, возможно, баланса счета, но позитивным с точки зрения опыта, поэтому здесь тоже этот момент важен. Я покажу в разрезе как раз профиля на MyFaxBooks, куда я также добавил этот счет и в этой связи давайте разберем. По поводу 2019 года, небольшое отступление. И тоже важно отметить то, что торговать на небольшую сумму всегда сложнее, чем торговать на более крупную сумму. Это важно тоже иметь в виду. И, соответственно, цель данного счета была в том, что на первом этапе до момента накопления прибыли в 20% отчета я торговал минимальным риском. То есть мой риск не превышал более чем 1% отчета на каждую сделку. Соответственно, для себя я выбираю сделки, которые могут принести больше потенциала. Это соотношение прибыль 1 к 3, лучше больше. Такие сделки у меня тоже, соответственно, были. И в этой связи необходимо идти маленькими шагами. Потому что важная задача это счет сохранить. Потому что, конечно, мне можно было в прошлом году провести там несколько сделок с большим плечом, максимальным объемом. Но я этого не делал, потому что риск потери в этом случае он всегда будет выше. Да, была возможность, может быть, в какие-то моменты хорошо заработать, быстро. Но счет он сделал не для этого. Он сделан для того, чтобы планомерно показывать на примере, как необходимо двигаться. И, возможно, это также поможет уберечь начинающих трейдеров от больших потерь. Потому что, конечно, многие, кто приходят на рынок, многие хотят много, быстро и сразу заработать. Но это неразумно. Поэтому 2019 год для меня закрылся в небольшом плюсе. Примерно порядка 5% у меня было прибыли к счету. Соответственно, в моменте счет достигал максимально прибыль, которая была на нем 8%. Опять же, за все это время было проведено порядка 250 сделок. Поэтому здесь результат был мной ожидаем. И, в принципе, все двигалось довольно-таки неплохо до марта этого года. Вот уже в марте, как вот видно, здесь у меня прибыль перестала прирастать. То есть, плюс-минус сделки, которые открывал положительные, перекрывали убыточные. То здесь я торговался в около нуля. А вот уже с мая месяца пошел спад по счету. Здесь я доходил в минимальную просадку, которая была, это минус 8,63. Сейчас просадка минимальная, которая была, максимальная просадка, которая была, это минус 11% по счету. Что, соответственно, здесь произошло? То есть, рынок поменялся. То есть, важно тоже понимать, что рынок не всегда движется так, как нам хочется и так, как он двигался год назад. То есть, до марта все было в рамках моей торговой системы, работала стабильно. То есть, небольшая прибыль она была. То есть, в принципе, то, на что я рассчитывал, это 2-3% в месяц. То есть, для меня на данном этапе это вполне достаточно. После накопления 20% прибыли уже по счету я по плану буду увеличивать риск. То есть, тогда уже доходность по счету может увеличиться. Но я не хочу рисковать теми деньгами, которые я положил на этот счет. Это тоже важно понимать. Соответственно, после того спада, который у меня был, я несколько поменял подход. Я ушел от торговли контртрендово. Потому что в данном случае у меня достаточно большое количество сделок открывалось контртрендово. И были довольно-таки хорошие сделки, как шорт S&P 500 в феврале. Там сделку я тоже открывал. И, соответственно, ушел я от торговли контртрендовой. И сейчас все сделки, которые я открываю, они идут только по тренду, который я определяю на дневном таймфрейме. Это важно. Возможно, это останется полностью в моем подходе. И я буду торговать только по тренду. Конечно, количество сделок уменьшилось. Но, тем не менее, я должен был это сделать. Так как у меня это также было прописано в моем плане. Если счет достигает просадки в 10%, то я отказываюсь от контртрендовых сделок. Что, собственно, я и сделал. Если также посмотреть по месяцам. Как я уже сказал, то есть январь, февраль, март. Опять же, они были в рамках той доходности, которая была запланирована. Затем уже пошло несколько на спад. Летом я как раз отказался от торговли контртрендово. Рынок был довольно-таки волатильный. Но процент убыточный сделок также стал уменьшаться. И фактически декабрь, затем август. Декабрь это были два положительных месяца. Помимо первых трех в этом году. Но суммарно год закрывается с небольшим убытком. То есть если посмотреть, то просадка была минус 12% за весь год. То есть самый минимум был, как я уже сказал, здесь 11,7. Но здесь, видимо, разный подсчет. То есть здесь важно это тоже иметь в виду. Поэтому здесь нет, не было у меня задачи там, да, заработать много быстро и сразу. Показать, как это легко. Это нелегко, да. Всегда важен подход. Всегда важна система. И всегда важно следовать своему плану. Я надеюсь, что 2021 год для меня будет в этом отношении более интересным. Потому что рынки придут в более-менее стабильность. Уйдет неопределенность с точки зрения коронавируса. Рынки будут двигаться в более размеренном, скажем, в более внятном тренде. И, собственно, это также уже повлияет на мою торговлю и на мой результат. Поэтому здесь, безусловно, есть над чем работать. Мы продолжим об этом говорить в следующем году. И, собственно, я также продолжу с вами делиться своим мнением и наработками. А также в этом году у меня был открыт инвестиционный счет, который все клиенты Адмирал Маркес также могут использовать. Этот счет я открыл именно для также публичной демонстрации, именно подхода инвестирования в акции. Сейчас я вам также покажу, собственно, какие результаты, какие итоги у меня были по этому счету. Ну и также разберем отдельные акции, потому что здесь гораздо проще, чем разобрать 250 сделок, которые я открывал по счету трейдинговым. Я пройдемся по этим компаниям, по тем акциям, которые я покупал непосредственно на свой инвестиционный счет. И также расскажу, как это происходило. Ну, в марте, то есть, опять же, когда рынок проседал, и у меня давно уже была идея открыть также еще один инвестиционный счет для публичной демонстрации. Вот я подумал, что в марте как раз хорошее для этого время. Ну и, собственно, я это сделал. Идея состоит в том, что я каждый месяц перевожу какую-то сумму на счет и покупаю, соответственно, акции. Я покупаю акции как дивидендные, так и ростовые. Таким образом я диверсифицирую мой портфель. Соответственно, каждый месяц несколько акций, и может быть одну, может быть по каким-то акциям я усредняюсь. Но, соответственно, стараюсь двигаться в увеличении и в диверсификации. Потому что как раз сложно, если я попал на первый раз счет на 1000 евро, сложно сразу же купить 10 акций. Поэтому я купил там 3 акции, и потом в следующем месяце я уже докупаю остальные акции. Какие-то месяца я покупал одну акцию, какие-то месяца я покупал 3 акции в свой портфель. Но, опять же, здесь я двигаюсь равными частями, и важным как раз аспектом является диверсификация. Что важно? Если брать долгосрочный подход, то я для себя формирую, опять же, портфель. С одной стороны, дивиденды, с одной стороны, ростовой. Я стараюсь для себя выбирать как раз перспективные сектора, перспективные области. Конечно, мы с вами сейчас понимаем, что сектор технологий, он перспективен. Но также в этом случае есть и биотехи, есть финансовый сектор, финтехи уже в данном случае, и зеленая энергетика. Безусловно, я ищу области, ищу сектора, которые будут перспективны через 5, 10, 15 лет. И в том числе нахожу компании, которые достаточно хорошо выглядят сейчас для входа в эти компании. Возможно, это только компании, которые вышли на IPO, или компании, которая работает достаточно давно, но рост начался последние несколько лет. Поэтому в этом случае это тоже, я считаю, важно обращать на это внимание. Соответственно, что здесь также важно сказать и важно отметить. С точки зрения инвестиций, здесь важен системный подход, как и в трейдинге. Опять же, здесь я выбрал для себя подход, что я каждый месяц пополняю счет на определенную сумму и, соответственно, покупаю для себя акции. То есть здесь это работает уже, как говорится, на меня, на долгосорок. Если с точки зрения трейдинга я пополнил счет один раз и буду наращивать уже объемы только на накопленную прибыль, то с точки зрения инвестиций здесь разумно как раз небольшими частями пополнять счет каждый раз и каждый раз покупать в свой портфель новые акции. Ну или докупать те, которые уже есть в портфеле. Соответственно, давайте посмотрим по истории счета. Суммарно за этот год у меня было пополнение. Сейчас давайте вместе посмотрим. Если мы посмотрим в истории счета, то есть баланс у меня 6570 долларов. Минус 99 долларов это пришло дивидендами. То есть примерно 6470 долларов за этот год, начиная с марта месяца, я пополнил. И делаю это тоже постоянно. То есть вот у меня были пополнения на 1000, на 900, на 200, на 400. Но в среднем я держу планку на уровне того, что каждый месяц я пополняю на 600 евро. То есть в среднем эта сумма должна выходить. Ну и в принципе по моему плану примерно 6500 у меня должно было оказаться на этом счету до конца года. Ну и собственно этот план на этот год реализован. К следующему году уже я планирую увеличить сумму как раз пополнений до 20000. Суммарно за весь год. Ну и соответственно держать доходность на уровне 15-20%. За счет как раз покупки с одной стороны дивидендных акций, с другой стороны акций роста. Соответственно теперь по текущим результатам. Если посмотреть, то плавающая прибыль не зафиксирована. Сейчас это 763 доллара. Рынки несколько просели. Но сегодня как раз фьючерсис на 500 уже торгуется в Бразиле локальных максимум. Поэтому я сегодня ожидаю уже также дополнительную доходность. То есть которую здесь я могу увидеть. Но опять же это не зафиксированная доходность. Это плавающая доходность. Здесь пока я ни одну позицию, которую я открывал, не закрыл. Здесь с дивидендами мне приходили еще пришел плюс 100 долларов. Поэтому если очень грубо подсчитать на 28 декабря, то это 763 доллара плавающей прибыли и 100 долларов в дивиденды. То есть 863 доллара. Что в районе 12-13%. Но опять же это очень грубо. Это неправильно так считать. Но опять же чтобы был виден результат, я это специально делаю. Поэтому я продолжу в том же духе. Я продолжу также рассказывать о том, какие акции я буду покупать в январе, феврале и так далее. Каждый месяц. И опять же здесь важен также момент. Потому что если я какую-то акцию купил в марте, а вы это делаете спустя несколько месяцев. То важно, также не нужно повторять. Потому что момент другой. То есть уже акция могла дойти до тех уровней, от которых уже мне было бы неинтересно покупать. Поэтому здесь этот момент тоже важен. Этот счет он сделал для того, чтобы опять же не то, чтобы вы копировали сделки. А просто показать именно сам подход и как я это делаю. Ну собственно, теперь давайте быстро пробежимся по акциям. Соответственно здесь, наверное, я скажу то, что пока самая крупная просадка, которая у меня есть, это акции компании Никола. Я для себя, ну давайте посмотрим сразу же на график. То есть Никола попал в область моего внимания как раз с точки зрения того, что область очень перспективна. Да, они работают, хотят произвести именно грузовой транспорт на водородном топливе, на электрических двигателях. И, соответственно, после уже там в мае мы видели очень хороший рост акций. Там до 90 практически доходили. Там капитализация была в районе 80 миллиардов. Это было, конечно, очень дорого. В компании еще не было никакого производства. Его нет и сейчас. И я для себя ставил цель, что буду заходить примерно по 20. То есть если бы цена опустилась там в районе 20, то я в эту акцию вошел бы. Соответственно, я в нее вошел. Первый раз я входил по 24, затем усреднился еще по 16. И средняя цена, которая у меня получилась, это 20.85. То есть в принципе то, что я и планировал. Соответственно, опять же, здесь тоже важно. У компании нет сейчас производства. У нее только предзаказы. Поэтому если у вас... То есть в эту компанию я входил, опять же, только частью своего риска. Соответственно, если, как правило, другие хорошие компании, которые уже там, например, платят дивиденды, я покупал примерно на сумму 400 долларов на одну акцию. То здесь я накупил только на 200. То есть чуть больше примерно 210 долларов. Соответственно, 50% от стандартного объема. И это тоже важно. Потому что больше я здесь пока добавляться, безусловно, в эту компанию не буду. То есть буду докупать другие. И, соответственно, доля, она будет размываться. То есть она будет становиться все меньше и меньше от общего портфеля. Поэтому этот момент тоже, я считаю, крайне важным. Соответственно, теперь я буду просто ждать на текущий момент. То есть опять же, сейчас минус по этой сделке минус 71 доллар. То есть это самый большой убыток на текущий момент по моему счету. Но от подобных компаний это вполне ожидаемо. Потому что это такая вера в эту компанию. Мне, с одной стороны, понравилась. Понравилась перспектива того, что они могут сделать. Понравились те договоренности, которые у них есть и в Германии, и в США. Но теперь самое важное, чтобы компания начала производить. И в 2021 году она это планирует сделать. Но, опять же, здесь крайне рискованно входить в эту компанию. Сейчас они торгуются уже по 13 долларов. Перспективы роста. То есть если мы, опять же, сможем вернуться в течение следующего года на те уровни, где мы видели компанию в июне, то это порядка 500% потенциал роста. И на вложенную сумму, опять же, это сопоставимо. То есть я готов потерять те деньги, которые я вложил в эту компанию. Они могут быть отыграны уже непосредственно теми компаниями, которые я купил помимо Николы. Но если все-таки случится этот рост, то доходность будет крайне интересной. Теперь другие компании, которые покупал. ExxonMobil. Хорошая дивидендная доходность. Покупал практически на минимумах марта. То есть одна из лучших компаний, которая на тот момент была с точки зрения нефтянки. Нефть упала. Соответственно, после того, как нефть начала отрастать, компания тоже восстановилась. Ну и к октябрю, к ноябрю, уже в момент вторых локдаунов, которые пошли, вновь нефть стала снижаться. Ну и, собственно, акции компании тоже просели. Сейчас нефть подрастает. И, в принципе, уже от локальных минимумов здесь мы видим рост довольно-таки неплохой. Порядка 23-24% акций отросла. Ну и плюс мне ежеквартально приходили дивиденды от этой компании. Опять же, нефтяная область мне не кажется суперперспективной. Но мы, скорее всего, в ближайшие 10 лет не откажемся от нефти. И, скорее всего, крупные игроки будут укропняться. Достаточно большое количество банкротств было в нефтяном секторе в этом году. Но крупные компании, они все-таки остаются на плаву. И я думаю, что они продолжат также двигаться в этом направлении. То есть, я пока эту компанию держу, скорее всего, пока усредняться, добавляться в ней не буду. То есть, буду держать только тот объем, который я взял до этого. Если у меня в деньгах, то сейчас эта акция дает мне порядка 80 долларов. People's United Financial. Это компания как раз из финансового сектора. Компания не на слуху, не очень популярна. Но она входит в список дивидендных аристократов, так же, как и ExxonMobil. Поэтому, собственно, она привлекла мое внимание как раз в марте. В сентябре я тоже купил акции этой компании. Они практически никуда не двигались, практически не росли. И в сентябре был еще один минимум по этой компании. Здесь я докупил еще в свой портфель. Потому что все-таки финансовый сектор был практически на минимальных значениях. Многое отросло как раз начиная с марта, но не в финансовый сектор. Потому что ставки находятся на минимальных значениях. И не самое лучшее время как раз для финансового сектора. Но в 2021 году есть все шансы на восстановление. Компания очень хорошо выглядела по мультипликаторам. Хорошая P.E., хорошая Payout Ratio, хорошая дивидендная доходность. Там порядка 7% была, когда я входил. И я в этой компании также усреднился. То есть добавил еще один объем. То есть средняя цена по ней у меня уже вышла 12 долларов. Хотя первый раз я заходил по 12.45. Потом средняя цена получилась 12.11 центов. Поэтому также эту компанию я продолжаю держать. Сейчас 35 долларов доходность. Ну помимо непосредственно уже дивидендов здесь держится. Archer Daniels Midland. Очень интересная компания. То есть опять же это защитная область. Я в компании работаю в секторе как раз производства для продуктов для сельскохозяйственной деятельности. То есть они производят различные корма, различные вещи, которые необходимы для как раз сельскохозяйственной продукции. То есть которая помогает выращивать. И компания очень хорошо выросла. То есть я входил в нее уже в следующем месяце. Уже это был четвертый месяц. Соответственно в апреле. И с того момента акция в моменте вырастала до 43%. Сейчас она держится на уровне 36%. Соответственно тренд здесь восходящий. Мы обновили максимум этого года. И тенденция здесь продолжается к росту. По этой компании сейчас у меня 143 доллара плавающая прибыль. Ну и также плюс по ней приходили дивиденды. То есть здесь этой компанией я доволен. Writing Technology. То есть это уже компания из оборонного сектора. Мы видим, что практически все время пандемии мы стояли вот в таком боковике. Ну понятно, что оборонная промышленность и также эта компания и производит комплектующие для авиаотраслей. Это все было на минимумах. Никто не инвестировал. Никто не производил там какое-то большое количество оборонной промышленности. Поэтому 20-й год для этого сектора был не самый оптимальный. Но я думаю, что по мере того, как пандемия сойдет на нет, уже по крайней мере Америка вернется к этому. И соответственно здесь я также для себя ожидаю продолжения динамики роста по этой компании. Опять же хорошие мультипликаторы, небольшие долги. То есть все то, на что я обращал внимание как раз при входе. Ну плюс дивидендная доходность. Соответственно сейчас компания находится в небольшом плюсе. То есть в деньгах это примерно 29 долларов. И от момента входа, то есть там где я заходил, в процентах это порядка 8%. Здесь пока тоже я новых пополнений и новых покупок в этой компании не делал. Также ее продолжаем держать. Walgreen Boots Alliance. Вот тут компания, которая уже падала с 2014 года. И собственно в марте был минимум. Затем мы еще минимумы обновили. Но компанию эту я взял, потому что она довольно-таки неплохо выглядела опять же по мультипликаторам. Конечно у нее очень низкая маржинальность. Конечно она, ну скажем так, такой динозавр, который может сказать, что такой подход бизнеса может скоро вымереть, если компания не найдет для себя новые решения. Потому что это сеть аптек. Сейчас можно вполне многое заказать уже непосредственно через интернет. Тут же Amazon вышел в данную область. Но если они смогут добавить и то, на чем они работают, то есть это уже дополнительные сервисы, например, по приему, по анализу здоровья. То есть когда человек приходит в аптеку и там могут с помощью специальных приложений, да, с помощью специальных устройств проанализировать его здоровье. То есть это такой как мини прием к доктору. То есть это конечно довольно-таки интересно. Я думаю, что и для этого люди смогут туда ходить и будут туда ходить, потому что у них очень большая сеть. И она доступна во многих районах, соответственно, Америки, ну и также Европы. Ну и в других странах, например, в Азии тоже есть их отделение. Соответственно компания также входит в список дивидендных аристократов. Хорошая дивидендная доходность у них была. И, соответственно, в данном случае уже, так как я покупал ее на минимум, то есть для меня это была, ну, довольно-таки неплохая сделка. Опять же, новых позиций здесь я не открывал. Сейчас компания торгуется, ну, плюс-минус около тех же уровней, где я входил. Минус 7 долларов я вижу в деньгах. Ну и, соответственно, за все это время мне приходили дивиденды. То есть здесь тоже, это тоже нужно понимать, важное внимание. Компания Катерпиллер. Вот тут тоже довольно-таки интересная компания, которая мне показалась интересной на момент покупки. То есть покупал я ее в июне. И, собственно, сейчас мы тоже видим то, что тенденция к росту продолжит. Но, собственно, с приходом к выбору, к приходу власти Байдену и с возможным развитием инфраструктурных проектов в США, эта компания может также получить для себя дополнительные выгоды. То есть, конечно, строительство приостановилось, да, то есть не было каких-то новых вещей, да, то есть, может быть, просто заканчивали то, что было. Но, тем не менее, компания выросла на порядка 46% за этот год, ну, с момента, когда я ее покупал. То есть, фактически за полгода. Поэтому для таких тяжеловесов я считаю, что это очень хорошо. И, в принципе, моя задача была как раз найти хорошие компании, которые могут хорошо вырасти в связи с той просадкой, которая была. И я, собственно, их и покупал. Ну, список их довольно-таки быстро закончился, потому что многие компании, конечно, было покупать довольно-таки опасно. Ну, вот Caterpillar я тоже купил, потому что она была на момент покупки. Опять же, это тоже важно. Очень хорошо выглядело. Компания Cisco. Еще один, скажем так, динозавр, да, из сферы технологии. Компания работает уже очень давно. У нее огромный сервис и огромное количество продукции именно для корпоративного сектора. Они продолжают там быть лидерами. И почему меня привлекла акция этой компании? То есть, они были в моей очереди. Соответственно, в марте они довольно-таки неплохо просели. Затем стали очень быстро отрастать. Затем вышли негативные новости по отставке как раз финансового директора. Ну, рынок это воспринял негативно. Но для меня это была возможность купить на распродаже акции хорошей компании. Они просели, я купил. Затем вот эта тенденция нисходящего здесь продолжилась. Но я, соответственно, докупил еще в октябре некоторый объем. Соответственно, сейчас уже акция прошла мою точку входа. Соответственно, сейчас акция торгуется уже в прибыли. И по ЦИСКО в деньгах это порядка 62 доллара. Ну, плюс они также платят дивиденды. Тайсон Фудс. Это также компания из сектора производства продуктов питания. То есть, это самый крупный производитель в США говядины, курядины, свинины. То есть, то, чем пользуются, соответственно, все. И по компании также хорошие дивидендные выплаты. И была хорошая цена для входа. Поэтому здесь тоже для себя я эту компанию добавил. Но плюс она была очень хороша также по мультипликаторам. Соответственно, сейчас акция торгуется. Ну, вот мы видим, что практически весь период с марта по декабрь такой боковик. Хотя сейчас мы уже вышли из этого канала. Здесь намечается рост уже, ну, тенденция на продолжение роста. То есть, примерно в область 85-90 вполне вероятно, что в течение следующего года мы можем прийти по этому. Поэтому Тайсон Фудс я также продолжаю держать. Ну, и также я получал дивиденды все это время. Вот, наверное, из всех компаний, которые сейчас торгуются на рынке, ну, вот именно Фанк, да, то есть это Apple, Google, Microsoft, Amazon, Apple мне хотелось добавить в свой портфель больше всего. И сделал я это после сплита, сделал я это по самой максимальной цене. Купил три акции в свой портфель и потом акции ушли в такую коррекцию. Конечно, подожди, я там месяц, то мог бы зайти примерно по 100, но так заходил примерно по 130. То есть, туда акция вернулась спустя 4 месяца. То есть, сейчас Apple у меня торгуется в небольшом плюсе, да, то есть буквально там 50 центов. Также приходили дивиденды, но опять же потенциал, я считаю, за экосистемами. То есть, у Apple есть грандиозная экосистема, то есть более миллиарда пользователей по всему миру, да, то есть огромное количество людей пользуются их продукцией, любят эту продукцию. И они имеют все шансы, имеют все возможности расширяться дальше. То есть, это компания, компания государства, да, то есть она стоит более 2 триллионов. Это больше, чем в ВВП, там, ряда, ну, ряда стран, и, соответственно, у них есть шансы расти и двигаться дальше. Потому что они уже завоевали пользователей, они смогут давать им новые продукты и двигаться в этом направлении. Поэтому Apple я также продолжаю держать. А вот теперь, ну, давайте завершим с компанией, компания Intel. Здесь я тоже покупал на негативных вещах, которые были. Соответственно, Intel для меня кажется хорошей компанией, да, перспективной компанией, что бы про нее ни говорили, но это компания, которая зарабатывает уже сейчас. У них очень хорошая доходность, у них очень хорошие денежные потоки, не так много долгов. Опять же, есть дивидендная доходность, но были негативы, на которых компания проседала. И фактически я покупал также эту компанию в июле, и уже также в ноябре акции компании приблизились примерно к мартовским минимумом. Здесь я докупил свой портфель еще. Ну и вот последние негативные новости, которые были. Microsoft тоже, возможно, планирует отказаться от чипов Intel. Но у Intel также есть большое количество других вещей, на которых они зарабатывают. И сейчас, наверное, основная задача в том, чтобы они смогли на это переключиться и восполнить те потери, которые у них были. Я думаю, что у них это получится. Но новых, скажем так, пока данный нисходящий тренд у нас не будет сломлен, то я здесь новых покупок уже делать не буду. Поэтому здесь я буду ждать. Если мы сможем в январе-феврале как раз обновить локальный максимум, то есть когда у нас начнет формироваться восходящий тренд, тогда я, возможно, еще буду Intel докупать. Потому что она, опять же, выглядит довольно-таки хорошо по мультипликаторам. И в этом я вижу также довольно-таки большую перспективу с точки зрения данной компании. А вот теперь давайте пойдем по компании роста. Потому что в какой-то момент я понял, что анализируя компании именно дивидендные, в какой-то момент я понял, что не осталось хорошей компании, которая выглядит неплохо с точки зрения мультипликатора. Поэтому я переключил свое внимание на акции роста. И одна из первых компаний, которые я добавил, это компания Ultrix или Alteryx. Это компания, которая работает в области как раз искусственного интеллекта. Они также предоставляют сервис по анализу данных. А Big Data, это опять же то, что нужно держать в своем портфеле, потому что данные это новая нефть. То есть, это нефть нашей современности. Соответственно, здесь я также покупал на просадках. Компания просела после обновления локальных максимумов, которые мы видели в июле. Компания просела на порядка 36%. Здесь я как раз эти акции купил. Затем был рост, затем была коррекция. Мы не ушли ниже минимального значения сентября. И сейчас акции торгуются в небольшом плюсе. Но если посмотреть в портфеле, то это примерно 40 долларов на текущий момент прибыли. Эту акцию я тоже продолжаю держать в ростовой части своего портфеля. Опять же, здесь я рассчитываю на продолжение роста. То есть, что может как раз выровнять доходность именно в плавающей прибыли по моему счету. А еще одна компания, которую я решил зайти именно после IPO. То есть, эти акции, эти компании стали доступны на инвестиционном счете от Vodmira Markets. И я купил сразу же после выхода на IPO. То есть, эта компания не так была раздута на этапе как раз выхода. Поэтому здесь я увидел для себя перспективу и, собственно, не прогадал. Здесь акции вырастали, вы имеете, на 270%. Соответственно, сейчас это 200%. То есть, в этом и заключается разница. Но компания пока убыточна. То есть, это важно понимать. То есть, это компании на перспективу. И, опять же, здесь я входил только четвертью, даже одной восьмой от своего стандартного объема. То есть, здесь я купил буквально на 50 долларов акции этой компании. Как бы это ни звучало. Но, тем не менее, в моем портфеле она занимает четвертую строчку по доходности. То есть, сейчас доход по ней это 92 доллара. Но, опять же, был риск и ухода и ниже точки входа. То есть, и ниже уровня выхода на IPO. Но, соответственно, для этого я и входил небольшим объемом. Поэтому, тоже имейте в виду, в подобные акции, в подобные вещи лучше входить минимальным объемом для как раз диверсификации. Но, здесь это было довольно-таки неплохо. Соответственно, SolarEdge. Еще одна компания, которую я также купил на коррекции. Компания израильская. Компания, которая работает в сфере как раз зеленой энергетики. Опять же, перспективная область. Была коррекция. Я купил. Сейчас акции обновил локальный максимум. И, в моем портфеле, это вторая строчка. 153 доллара плавающей прибыли. И, в процентах, на текущий момент это порядка 30%. То есть, буквально за 2 месяца. В этом есть как раз и разница. Если у меня Caterpillar отрастал, начиная с июня. То есть, практически 6 месяцев. То здесь, компания показала плюс-минус ту же самую доходность за 2 месяца. Но, была и более существенная просадка. То есть, это тоже важно иметь в виду. Еще одна компания, которую я добавил, это уже Биотехи. Одна, единственная компания, которая у меня пока есть в моем портфеле, это Биогем. Опять же, они планируют вывезти на рынок лекарства от Альцгеймера. Вот, как раз на этом позитиве акция выросла до 357 долларов. И мы видим, что последние, соответственно, порядка 7 лет, вот такой боковик. У нас там 200-400. Вот в таком диапазоне она торгуется. Соответственно, я купил практически по минимальным ценам, которые были за последние несколько лет. Добавил в свой портфель, соответственно, 2 акции. Сейчас акция находится в небольшом плюсе. Но, скорее всего, вот именно по этой акции, то есть, она не дивидендная. То есть, я здесь уже со своей позиции именно трейдинга, скорее всего, буду выходить, если акция придет на 364, и вот ту прибыль, которую я здесь получу, и если компания опять вернется вниз, я куплю на эту же прибыль эти же акции, опять же, по минимальным ценам, которые будут. То есть, здесь я попробую вот такую тактику именно по этой компании. То есть, также ее продолжаю держать. И еще одна вещь, которая тоже важно иметь в виду, то, что, да, пока у нас США является ключевой экономикой, то есть, это важно понимать, но в затылок ей дышит Китай и Индия, которые могут уже в 2030 году обогнать США. Соответственно, в этом случае я также для себя стал добавлять акции именно китайской компании в свой портфель. Конечно, сейчас есть некоторые неопределенности с точки зрения того, как США будут продолжать те действия, которые есть по отношению с Китаем. Соответственно, очень большой риск, эти акции могут уйти с американских бирж. Конечно, я покупал именно в виде ADR, то есть, акции, которые торгуются на американских биржах, и акция, которую я купила, это компания Baidu, да, то есть, китайский Google. Акция очень хорошо выглядела с точки зрения мультипликаторов, ну, опять же, если Китай нам все-таки давал достоверные данные. Но, опять же, важно понимать, что с 2017 года мы видели очень большую просадку, очень большую коррекцию по этим компаниям, поэтому Baidu выглядела довольно-таки интересно, довольно-таки перспективно с точки зрения входа. Здесь я для себя купил буквально одну акцию, да, то есть, небольшим объемом, совсем небольшим, но акция выстрелила как раз в это месяце очень неплохо. Ну, вот как раз в это месяце я ее и покупал, давая доходность порядка 36% за один всего лишь месяц. Соответственно, в деньгах это порядка 50 долларов, хотя объем был совсем небольшой, то есть, примерно меньше половины, то есть, примерно, там, 40% от того объема, которым я захожу. Вот, поэтому также я в следующем году буду обязательно следить за ситуацией вокруг Китая и США, да, то есть, как будут продолжаться у них вот эти движения и уже, исходя из этого, делать свои выводы и покупать акции также в свой портфель. Что важно, да, что важно резюмировать, да, и что, наверное, какие выводы я сделал для себя. Трейдинг и инвестиции, ну, лично для меня это те вещи, которые могут и должны существовать параллельно. Поэтому я в хороших моментах, в трендах движениях, да, продолжаю искать возможности покупать как валюты, так и индексы и также на просадках, на коллекциях ищу для себя хорошие акции и добавляю в свой долгосрочный портфель, пополняя его каждый месяц. Соответственно, эти два подхода, они друг друга нивелируют. И да, если у меня была просадка именно с точки зрения трейдинга, то с точки зрения инвестиций доходность была довольно-таки неплохая, как мне кажется. И, соответственно, мы будем продолжать в том же самом духе. Напишите в комментариях, какие результаты у вас за этот год. Возможно, если у вас есть какие-то вопросы по моему трейдинговому подходу, по инвестиционному подходу, напишите также ваши вопросы в комментариях. Ну и не забудьте поставить лайк к этому видео, если оно вам понравилось. Оно, да, чуть дольше, чем все предыдущие видео, но довольно-таки большое количество информации, ну, по крайней мере, по своим торговым идеям, да, в разрезе года, по своим инвестиционным решениям я вам рассказал вот в одном видео. Поэтому не забудьте поставить лайк, если оно было для вас полезно. Ну и мы с вами увидимся уже в 2021 году. Поэтому всем желаю хорошего Нового года, да, с наступающим праздником. И, соответственно, пишите ваши планы, пишите ваши цели также в комментариях. И очень тоже будет интересно посмотреть. Ну, а на сегодня это все. Это финальное видео в этом году. Мы с вами увидимся уже в следующем году. Поэтому всем спасибо за внимание и до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.